Привет, Андрей! Привет, Катя! Рад приветствовать здесь, на нашей базе, на казачьем подворье. Шикарно, шикарно вы нас встречаете. Так, расскажи, много ли ты съел блинов в эту масленичную неделю? Слушай, я уже начал блины есть за неделю до масленичной недели, поэтому каждый день сейчас употребляю минимум 5 блинов. Да, но мы-то собрались, чтобы блины приготовить. Есть ли у тебя какой-то свой фирменный рецепт? У меня есть супер казачий рецепт. Я его лично сам придумал, еще не до конца понял, как он работает, но, думаю, это будет очень круто. На самом деле, я блины никогда не пел, но сейчас попробую, чувствую, интуиция меня не должна подвести. Я, если что, помогу, поддержу. И с чего начнем? Начнем. Вот у нас есть кастрюлька небольшая. Здесь уже у нас три стакана воды. Запоминайте, записывайте, кто еще не сделал. Дальше. Из-под моей коровы молоко, один стаканчик. Это серьезно, да? Прямо свеженькое? Свеженькое парное молоко из-под коровы. Печь блины. Согласись, шикарная традиция, да? Конечно. А какие-то еще есть у казаков какие-то масленичные традиции? Расскажи. Масленичные традиции – это как следует подготовиться к Великому посту. Как-то отмечать. Отмечать. Отмечать казаки масленицу всегда разгульно, весело. Здесь у нас чистое поле. Мы как соберемся? Хороводы, ручки, все это делаем. Потом в царь горы играем, то есть взятие снежной крепости. Также на казачьем подворье мы ездим на конях, верхом на конях, в санях. Казак один, рядом 10 девчонок. Мы мчимся сквозь поля. И настроение невероятное. Бубенчики звенят. Все радостное. У казаков вообще все на глаз. Вот сахар на глаз. Берем. А мне еще, значит, интересно про свадебные традиции. Как вы казаи? Обычно же, получается, казаки выбирают невест, да? А почему вот у тебя недавно получилось так, что невеста тебя выбирала в программе? А потому что программа московская, там все уже переиначилось. Но на самом деле все знают, что выбор окончательный за мной. Она меня выбрала, понятно. Ты еще подумаешь? Дело не в том, что подумаю. Просто мы посмотрим, дальше поживем, пообщаемся, увидим. Подходим друг к другу, не подходим друг к другу. То есть все серьезно, правда? Это не какое-то шоу было для тебя? Нет, это было все по-серьезному. Девушка-то красивая. Она хорошая. Вроде все сделали, осталось последний ингредиент. Это мука. Про Ларису Гузееву расскажи, потому что она-то от тобой очурована была. Я был в шоке вообще с нее, что она взяла просто меня так расхвалила, так как никто меня вообще не расхвалил. Я думаю, вот это да. Но тебе понравилось, да? Мне понравилась в целом вся передача хорошая. Точнее не передача, а выпуск конкретного, да. А. Был хороший, да. И самое главное, комментарии у людей, которые вот даже там на официальном канале Ютубе, там у меня есть всегда, просто все... Ты все промониторил, да? Да, все, вот большинство были, конечно, всегда есть как бы не очень хорошие комментарии, но в основном все говорят, вот наконец-то, наконец-то... Нормальная пара. Нормальная пара, да. Она такая красивая. Мне кажется, будете супер смотреться. Ой, отлично. Спасибо большое. Я надеюсь, вы пригласите в нашу программу на свадьбу потом. А без... Я вообще все СМИ позову, а вашу программу особенно. Ну что, тесто у нас готово? Все готово, можно жарить блины. Пробуем. Давай. Ну что, шикарные блины получились? Да, надеюсь. Один краше другого, все ломается. Я поздравляю тебя с дебютом, во-первых. Спасибо большое. Как тебе? Это невероятный опыт, я такого еще не испытывал. Один, блин, насыщений другого и ненасыщений тоже есть. Даже прям с хрустом. Слушай, да, давай. Скажи честный отзыв, давай. Давай, я честный отзыв. Давай так, а потом с мёдом. Давай, давай. Кусочек так, кусочек с мёдом. Ну слушай, реально очень вкусно получается. Наверное, может быть, потому что на печи готовились. Ну и... Точно. На печи, в самобытных условиях. И самое главное, потому что всё было от души на глаз. Как чувствую. И в завершение я спою для вас чистушку казачью масленичную. Всё, Катя, подай, балалайка, пожалуйста. Вот так. А, она рабочая? Ты что думала, тут реквизит просто так стоит, будто форско. Тут всё у нас по-настоящему. С вас леницей поздравляем, счастья, радости желаем. Говорим вам честно, на подворье интересно. Опа! Ну и на этой шикарной ноте я предлагаю попрощаться. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...